Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. В Кирове вынесли приговор наркоповару из Украины, который готовил смертельный спайс. Напомним, осенью 2014 года по всей России прошла волна отравлений курительными смесями. В Кирове пострадали более 300 человек, 5 человек погибли. Изготовителя этого курительного яда Дениса Ноду искали оперативники МВД, ФСКН и ФСБ. Как выяснилось, после задержания 26-летний Нода был лишь звеном в цепи организованного преступного сообщества, которым управляли из Украины. Уроженец Херсонской области Денис Нода 10 раз приезжал в Киров. Снимал жилье и устраивал там нарколабораторию. Пакеты с опасным реагентом всегда возил из Москвы. Роковой для Ноды и еще более 400 кировских наркоманов стала партия реагента, которую привез обвиняемый осенью 2014 года. После употребления этого спайса люди стали умирать. Да, я смотрел даже новости. Он говорил, что люди, что-то плохое людям от этой курительной смеси. Сам реагент, то есть, как-то приготовлен был неверно. Ну, то есть, он говорил, что вот он там с 2008-го работает, говорят, что таких инцидентов у него не было. После задержания Нода все рассказал оперативникам. Впоследствии он заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Также наркоповар сообщил полиции всю информацию о руководителях ОПС и закладчиках. При вынесении приговора суд учел этот факт, поэтому наркоповару было назначено наказание ниже низшего предела. В соответствии с частью 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначенного дяди Дениса Сергеевича к отбытию наказания в виде дистилли от лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать. Михаил Вагин. Место происшествия.